Приветствую всех присутствующих. Задача у меня была такая, с одной стороны показать особенности техноэкономики, с другой стороны показать их, используя реальные примеры, чтобы можно было обсудить и посмотреть, как это в жизни может применяться и где ключевые эффекты мы получаем. Кратко о нас. Это компания, которая уже с 2012 года занимается задачей создания цифровых платформ в области проектного предпринимательства. На сегодняшний момент у нас есть ряд проектов венчурных. И, помимо этого, мы занимаемся вместе с Сергеем Борисовичем инженером деятельности. Он не любит словно-научные. Это фактически стартап, состоящий из ряда стартапов. Некоторые из них будут даже на силу. Да, есть у нас один. Как бы с черным значком. Ключевой момент. Презентация разбита на три части. Первая – это наш взгляд на техноэкономику. Вторая – это на реальном проекте, который мы сейчас осуществляем, покажу, как отличается реализуемый подход от того, что было раньше. И третья – это общий взгляд на эту систему наших проектов, как они друг друга взаимодополняют и в чем специфика их организации. Первое, с чего хотелось бы начать. Основную проблему, как мы видим, это неуправляемые транзакционные издержки, которые нарастают и делают неэффективные инвестиции по мере роста масштаба экономики и развития научно-технического прогресса. То есть, по факту, некая ситуация складывается, которая требует переосмысления методов организации социальных форм. На практике мы часто с этим сталкиваемся. Видим, как у нас малые фермы намного обгоняют крупные корпорации в своей эффективности. У нас есть тут замечательный проект TPR, который ярким тому подтверждением является, который гоняется у нас с Росатома. И на сегодняшний момент достаточно успешным. И это говорит именно как раз о том, что полезность от больших структур и от тех общественных форм, которые сейчас формируются у нас и не только у нас по всему миру, она существенно снижается по мере роста масштаба. Есть некий потолок, который выражается в снижении эффективности капитала до нуля, в некоторых случаях до отрицательных значений. И вот вокруг этого вопроса мы для себя искали решение. И когда проанализировали структурный издержек, то ключевым моментом оказались именно транзакционные издержки. и в силу своего характера возникновения и способности по их контроль, слово нехорошее, оптимизации. И мы взяли для себя эту предметную область как основную для того, чтобы обеспечить с одной стороны эффективность инвестиционных проектов, с другой стороны эффективность нашего проекта. Отсюда мы перешли к базовому понятию «транзакция», то есть вспомнили классику, по которой говорил Сергей Борисович. И вокруг этой базовой единицы мы начали строить всю свою инженерную деятельность. То есть, по сути, это все новое, хорошо забытое старое. То есть мы взяли базовую экономическую теорию, которая была хорошо проработана задолго до нас, и начали ее обвлекать в некие цифровые формы с помощью масштабирования через платформу. Ключевой момент, с которым мы столкнулись, он отражен здесь, в части решения инженерной задачи. По большому счету, у нас произошла смена предмета управления. То есть эволюция систем управления, те, кто сталкивались с этим, знают, что у нас было функционально-организационное проектирование процессного управления. А сегодня мы стоим перед задачей моделирования институциональной деятельности. Для этого нам нужны новые термины, новые определения, по сути, новое микроэнкологическое пространство, которое позволило бы инженерам реализовывать свои решения в этой области. Если взглянуть со стороны, так и взглядом на эту ситуацию, то получается у нас такие, включающие в другое решение, функционального проектирования процессного инжиниринга и институциональный дизайн, который, по сути, не является ничем новым. Мы берем понимание этого предмета в классиках и просто его включаем в свою инженерную работу. Но это существенно отличает, у нас был тоже разговариваем, как консалтинг в рамках корпоративных структур осуществляется и как он снижает транзакционные издержки, и как мы делаем это в рамках цифровых платформ. Один из ключевых моментов в рамках процессного инжиниринга это то, что система стратегического планирования корпорации определяет внешние параметры для этого процессного инжиниринга. В нашем же случае непосредственно связь с внешней средой и появление новых систем, которые достаточно давно уже известны, уже лет 10-15, как называемые рефлексивные системы, которые приходят на смену целенаправленным системам, которые определяют класс стратегического консалтинга нашего, которые обеспечивают в режиме реального времени формирование пространства, баланса интересов по субъекту. Ну и насколько реально все это, хотелось бы обозначить, по факту все изменения уже эволюционно происходят. Ярким примером для менеджмента всегда были технологии в области военного дела. То есть в любых у нас бухгалерях по менеджменту с этого начинается. То есть все базовые новые технологии управления в первую очередь в военном деле антропируются и развиваются, так как они наиболее востребованы. Там цена ошибки более высокая, а потом уже мигрируют в область гражданства. На сегодняшний момент практика военной теории, которая существует, с психоцентрическими гибридными войнами показывает парадигму сиены организации решения английских задач. И по сути это некий эволюционный рост, к которому мы подошли по мере роста именно информатизации сообщества. Ну и ключевой момент получаем, то как предмет вообще у нас сложность возникла основная, решая простую задачу, о которой говорил Сергей Борисович, это перейти вот к этой рефлексивной системе. Для начала это ее спроектировать, определить в платформе. Причем сложность в чем заключается? Чтобы обеспечить ее функционирование, по идее она должна быть централизованной. А чтобы ее спроектировать, она должна быть централизованной. И вот тут у нас есть некое расхождение, которое мы стадийно преодолеваем. Есть фаза первая роста системы, когда формируется некое ядровое решение, она развивается как типичное централизованное решение. Но в ней архитектурно предусматривается переход к децентрализации. По мере того, как сама структура становится устоявшейся, и вокруг нее уже формируется сообщество, которое может эту стабильность продемонстрировать, деятельность в рамках нее, она разворачивается уже в децентрализованную, и в ней создаются новые процессы, связанные с поддержкой децентрализации и другие механизмы встраиваются в ее развитие. То есть вот это вот очень интересный такой переход, который вот на практике сложно преодолим, если изначально система не проектируется под децентрализованной. В рамках ICO сейчас такая практика интересная. Люди пишут в системы в формате SaaS-сервисов, а потом приходят на определенные семинары или к определенным консультантам, которые придумывают токенизацию для этой платформы и с ним выходят на ICO. То есть получается такой своеобразный инвестиционный Frankenstein, который в итоге, даже если там была хорошая идея, он ее убивает. Вот это тоже отдельный такой момент, о котором, наверное, чуть позже я к нему подойду и остановлюсь. Ну и основное, то есть для того, чтобы подойти к решению этих задач, с которой я еще сталкивался Никонорова, о которой он говорил, это переход к организации деятельности инвестициональной не путем складывания, то есть некий операционный исторический процесс, в рамках которого долго и длительно формируется инвестициональная среда, а переход к проектированию, когда мы можем сверхинженерным образом определить статуру института и по ней организовать деятельность. Ну и как резюме в данном случае, то есть одна из ключевых ролей в техноэкономике у нас – это платформа цифровая. Причем есть сейчас такое убеждение, что цифровая платформа – это любая автоматизированная информационная система. Вот здесь мы немного расходимся с бытующим сейчас мнением для нас. Платформа – она все-таки некий технологический узел в рамках техноэкономики, который реализован с высокой степени информатизации. И тут мы говорим о двух видах платформ первого и второго поколения – централизованной и децентрализованной платформы. С одной стороны. С другой стороны, каркас, как мы понимаем, формирования решений в области техноэкономики – это формирование единого технологического протокола. То есть технологический протокол – это ключевой элемент, который позволит, с одной стороны, максимально обеспечить индивидуальные способности субъектов, с другой стороны, обеспечить синергию всех разнородных субъектов. И вот этот протокол – это, наверное, ключевая задача, которую необходимо выкристаллизовать в ходе инженерной деятельности, чтобы обеспечить массовое развитие или даже хотя бы открыть возможность повышения эффективности инвестиционной деятельности в перспективе. Не как обычно, то есть откат посредством мировой войны, потеря эффективности разрушения инфраструктуры, потом в формате перераспределения мира освоение предыдущего технологического уклада за счет устраивания ранее разрушенного. И вот в красном выделена ключевая мысль. Мы считаем, что эффективные инвестиции в современные ситуации могут быть только в том случае, если те проекты, в которые вкладываются инвестиции, они изначально построены в архитектуре техноэкономики и опираются на решения в этой области. Потому что в перспективе 3-5 лет, скорее всего, тем или иным образом произойдет качественное изменение происходящего. Масса примеров. Инвестиции, которые делаются в парадигме прошлого с оглядкой назад, многие сейчас пытаются эти проекты в формате в дот-комах делают, то есть сервисы какие-то. Явно стагнирующий формат, уже новые подходы, новые потребители растут с совсем другими взглядами на вещи, то есть другое требование качества коммуникации. И вот это очень важно. Особенно если взять статистику фри и ключевой причиной неуспеха стартапа, когда называется непонимание своего клиента. Мало того, что не понимают сегодняшнего клиента, большие проблемы с пониманием того клиента, который будет завтра. В рамках нашей деятельности, так как мы рассматриваем задачу организации и оптимизации системы отношений, для нас ключевым технологическим стагом является эта технология распределенных реестров. Не говорю я именно о блокчейне, то есть блокчейн – это некая техническая реализация этой задачи. Мы говорим именно о технологии распределенных реестров, которую за короткое время прошли уже третью эволюционную стадию, заканчиваясь третьего поколения платформы. Уже все думали о том, какого будет типа четвертая. И вот здесь есть сложность. То есть базовое понятие, с которого я начал, транзакция, она должна полностью антологически укладываться в архитектуру подобных решений. Причем укладываться изначально. То есть те решения, которые на сегодняшний момент существуют, они по большому счету повторяют корпоративные информационные системы. То есть и попытка их заменить. Но при этом более запратно не было. Еще одна такая задача инженерная, которую мы решаем, это связать антологическое пространство, связанное с предметом транзакционных издержек, с архитектурой платформ на основе технологий распределенных реалистов. Мы уже занимаемся сами подкладным образом. Один из наших проектов это Аппла, о котором говорил Сергей Борисович. Она у нас уже пережила, наверное, 4 качественных перехода. На сегодняшний момент, по-моему, 1 числа они готовятся выйти в свет уже в качестве майонета. И реализовали себя как технологическую платформу. То есть мы ее используем сейчас как тестовую площадку для отработки технологий. По первому блоку, наверное, это все. И сразу хотелось бы рассказать нам в примере одного из наших проектов, как у нас решается инженерная задача. То есть взяли изначально мы проект, без значений наш, с простой логикой, которая изначально звучала обеспечить защищенные инвестиции в реальный сектор экономики. По идее у нас два субъекта. Это были предприниматель и инвестор. Предприниматель с идеей. Инвестор с ресурсами. И в результате должен появиться некое проектное решение с командой. То есть много сейчас решений есть на эту тему в виде маркетплейсов, неких SaaS-сервисов, которые реализуют различные функции. То есть по большому счету выбираются нити вид деятельности и его автоматизируют. То есть снижают непосредственно недержки, связанные с тем или иным видом деятельности. Мы пошли немного по-другому. У нас ключевая задача была обеспечить высокую эффективность инвестиций в разнородных субъектах, которые не связаны в единой анарологической структуре. Для этого мы начали разбираться с самим предметом. То есть искать точки, где у нас возникают какие неопределенности, где у нас возникают риски и вокруг каких точек формировать решение. В итоге у нас представление немного преобразовалось. Сформировалась иная немножко архитектура. Но мы увидели сразу эффекты от этого. То есть если мы достаточно детально представляем предмет, сам проект совместно с субъектами, мы для себя выявляем очень много точек повышения его эффективности. Потом я, наверное, прокомментирую, если будет необходимость. Интересен сам по себе. То есть тут такая самопроверяющая логика заложена. То есть когда вроде все они независимо друг от друга реализуют свои потребности, а их взаимодействие обеспечивает качество взаимодействия. Когда мы разобрали эту схему, то есть у нас появилось представление о том, что должен делать предприниматель. И сказать по-другому, в каких случаях предприниматель будет эффективен. И в чем его роль в этой схеме вообще? И зачем он? Почему он может быть интересен инвесторам? И у нас получилась некая схема оптимального движения. Причем тут нет никаких очевидных инноваций, кроме самого взгляда на этот предмет. То есть тут некий симбиоз консалтинга, представление экономики, инженерного подхода, неких технологических решений, которые уже давно всем известны. Вот тут видно некая логика реализации предпринимательской идеи. Если мы на входе любую предпринимательскую идею начинаем проверять ее вообще, является ли она предпринимательской, то, наверное, процентов 95 неопределенностей уходит сразу. Просто вот, то есть, и помочь человеку на начальном этапе сформулировать эту так идею, так свою идею позволяет ему на ранних этапах доработать предполагаемое проектное решение, которое он хочет дальше двигать. Потому что чем дальше он толкает свой проект в недоработанном формате, тем больше он собирает проблемы транспекционных издержек. Они как снежный комплекс. Одна область неопределенности цепляет за собой следующую область неопределенности. И чем каждый считает же предприниматель, что его задача еще в первый проект толкать, и он получается в своеобразной ловушке. Чем дальше он толкает свой проект, то эффективнее. Больше проблем он собирает. И задача наша, то есть, как мы ее увидели на ранних стадиях, сформированием самого проектного замысла выявлять вот эти несоответствия, которые помешают в перспективе решить предпринимательскую задачу. И вот здесь мы начинали именно с инвестиционной деятельности и подхватили сразу некую преакселерационную деятельность, которая непосредственно отношения к самому инвестиционному проекту и не имеет, но она очень значима и важна для того, чтобы подготовить участников инвестиционной деятельности к реализации проекта. То есть, получается, у нас формируется некая среда, которая системно и регулярно направлена на то, чтобы повысить эффективность проектного предпринимательства. Для себя мы определили структуру проектов, которые могут быть. По большому счету, вот у нас появилась уже проекция инвестиционная деятельность, у нас появились инновационные проекты, которые обеспечивают развитие и увеличение потенциала роста. И есть, как мы для себя назвали их, предпринимательские проекты, хотя предпринимательства и там есть. Это для нас сейчас условное название. Это, по большому счету, освоение существующих точек роста за счет переражированной технологии. Весь этот механизм представили в виде единой цепочки формирования проектного решения. То есть, там, где у нас красное, это самые высокие риски неопределенности. В конце это понятные преобразования. И вот есть некая траектория движения и роста проекта. Со всеми вытягающими отсюда последствиями. Причем у нас, так как мы разбирали проблематику, возникла другая задача. Даже не столько создать сервисы, сколько правильно определить жизненный цикл всех субъектов и помочь им правильно структурировать свои отношения. То есть, получилась система такая, которая подразумевает нитий объем структурированных транзакций, защищенных, максимально эффективно обеспечивающих конечные решения. Ну и вот маленький пример такой, я уже подробно и сам расписываю, потому что очень много элементов. Хотелось бы продемонстрировать. То есть, это область, в которой мы первые эффекты для себя получили. Это инновационные стартапы. То есть, есть у них проблемы. Наверное, первое, никто системно не занимается ранней стадией венчурных инвестиций или присид. Считается, что есть некие люди-бизнес-ангелы, наполовину спонсоры, которые из электролистических побуждений поддерживают начинающих стартаперов в режиме наставника. Это первая программа. Стартапы при своем рождении, то есть по самой оптимистичной статистике, сталкиваются с двумя вещами. Во-первых, процесс рождения стартапа, он тяжелый и икорационный предприниматель, собирает очень большое количество проблем. Первая, да, то есть даже хорошая статистика американских проектов говорит о том, что в среднем на реализацию первого стартапа приходится порядка семи неуспешных попыток. То есть тут вопрос о ранней диагностике состояния проекта становится наиболее острым. Чем дальше в своих попытках предприниматель сможет заходить вперед, тем дороже цены он будет платить за каждую попытку. Второй момент – это количество коммуникаций, которые ему надо провести для привлечения ресурсов в свой проект или инвестиций. Как оценивают европейские акселераторы, это порядка 60 встреч по одному проекту. То есть реальность, с которой стартаперы живут каждый день. И в рамках решения облегчения участия мы начали выборку своих технологий. Есть еще интересный специфический для России момент. У нас с 2014 года рынок венчурных инвестиций упал 7 раз. За счет оттока профессиональных венчурных инвесторов западных. А наши существующие инвесторы, в силу того, что они изначально не работали на рынке, и не обладают необходимыми навыками и технологиями, этот разрыв подхватить не могут. Хотя многие хотели бы. И тут мы тоже видим роль именно цифровой платформы технологизации, то есть чтобы заместить необходимость выращивания среды нигде не технологиями, которые можно было просто и доступно выстроить. И в чем простое решение? На сегодняшний момент у нас проработано предпассив и пассив. Две стадии. То есть в итоге у нас получилось 13 этапов. Причем каждый последующий этап у нас имеет все большую декоризацию, ну и соответственно большую ценность. Внизу приведена стоимость потенциального проекта на каждой стадии. И что нам это дало? То есть наше логическое деление, то есть по факту выявляются некие точки принятия решений, в рамках которых можно оценить и выявить соответствие проекта. На ранней стадии повторить операцию. За счет этого мы получаем, во-первых, качество реализации самого проекта, то есть он становится более проработанным, так как есть наблюдаемость этого проекта. Второе, в случае если проект имеет очень низкие шансы на реализацию, его можно свернуть в ранней стадии. То есть уйти на следующую операцию либо проекта, либо переработку его содержания. То есть не нужно осваивать инвестиции, даже которые тебе даны. Потому что из практики, особенно пагубная практика проходимых ICO, есть проекты ранних стадий. То есть на самом деле им нужно для того, чтобы получить инвестиции на СИП, там всего миллион толку. Максимум. По факту они собирают 10, 15 и так далее. То есть тем самым на СИП берут уже ответственность за следующие стадии, связанные с венчуром ICO и так далее. И это приводит к тому, что проект умирает. Он просто умирает. То есть непрофессиональные действия инвестора, с одной стороны, которые от этого оценивают необходимые инвестиции, с другой стороны, непонимание самого стартапера приводит к тому, что даже если идея хорошая, она приводит к убыткам. Причем большие. Намного выше, чем имел оба смысла. И в этой части, когда у нас есть маленький шаг, плюс в рамках каждого шага в верифицированной транзакции определены, как оценить тот или иной шаг и как его выстроить, позволяет всем игрокам по этой цепочке существенно снизить свои издержки с одной стороны, а с другой стороны повысить эффективность. То есть выбор, оценку проекта, плюс очень большую. Этой технологией то, что можно обрабатывать большое количество небольших проектов массово. Это абсолютно масштабируемая тема. Мы ее сейчас делаем на стартапах инновационных. В следующей стадии мы хотим подойти к МСП, рамках предпринимательских проектов. То есть сложность задачи, она схожая, но методы решения чуть-чуть отличаются, стартапы они самые сложные. Для нас это некая базовая технология. Ну и в ходе решения у нас начали появляться новые структуры для обеспечения, так как мы начали работать на защищенность этих транзакций. У нас такая интересная итерация. Сначала мы думали, что есть нитий рынок, в рамках которого просто нам надо автоматизировать, ну и реализовать комплекс соемосвязанных транзакций. Мы столкнулись, что те, кто называет себя акселераторами, они не совсем акселераторами с точки зрения достижения результатов. Это некие есть образования, а их функции, они очень сильно страдают. А акселерация, в данном случае, для обеспечения защищенных инвестиций, она является ключевой формой. Потому что акселераторы – это ключевые профессиональные игроки, которые обеспечивают качество транзакций. И для решения этой задачи нам пришлось полностью прорабатывать форму акселерационных структур детально. То есть с их возможными вариантами, начиная от неких грузовских акселераторов, заканчивая корпоративными акселераторами. То есть как это может быть, как они взаимодействуют, как они структурируются, какие у них интересы, цели и задачи. Казалось бы, задача верхнего уровня достаточно простая. Часто выражается формой маркетплейса. По сути, я только по одной веке иду, которая у нас есть. Она структурироваться, я просто в подробности. И когда мы структурируем представление об акселераторе, и сформировали представление, как вообще это все может работать, то есть мы получили первую базовую архитектуру для платформ. То есть это базовое начальное ядро, в рамках которого должна строиться у нас платформа. Важный элемент, который нам пришлось параллельно создавать. То есть, по сути, мы начали стандартизировать деятельность акселератора в виде некого стандарта процессов. То есть, внешняя у нас оболочка институциональная, и она требует определенным образом структурирования деятельности субъекта. И нам пришлось структурировать по процессам, то есть делать некий стандарт процессов для обеспечения деятельности акселератора. То есть, за основу был американский стандарт для института в качестве производительности. Достаточно интересный из практики консалтинга. Единственная особенность в том, что в данном случае в процессе подчинены не стратегии конкретного субъекта, а цели на задачи платформы. И они получаются неким общим протоколом для акселераторов, которые на нем работают. Тут это интересный переход практический, который позволяет создавать платформу как некую открытую структуру. Следующая задача – это нужно сделать динамическую модель, которая обеспечивает рефлексивное пространство этих акселераторов и позволит уже в рамках децентрализованной системы адаптивно развивать ее архитектуру. На сегодняшний момент платформа развивается как централизованная. Я думаю, в ближайшие годы она точно будет разобраться как децентрализованная, а возможно и два. Но со следующего года в нее будут встраиваться уже децентрализованные сервисы. Сейчас в рамках краудинвестинга и краудфайнинга. Будет эволюционное развитие децентрализации внутри основного решения. Те функции, которые мы понимаем уже как можно устроить, то есть они будут потихоньку устраиваться. Сама последняя будет уже перенесена в децентрализацию – это поддержание развития архитектуры платформы. Интересный такой момент. Специально я его без особых красок выделил. Это такая вот данная кинтесенция нашего подхода к управлению единицами. Это структурирование программы развития или акселерации в данном случае по ее элементам. То есть если у нас есть область роста, мы нацеливаем на ее программу развития. И как в рамках этой программы развития мы можем реализовать программу акселерации. То есть по большому счету как в рамках сообщества осваивать области роста с использованием проектного предпринимательства. Причем изначально архитектура программы сразу учитывает в себе возможность преобразующих инвестиций регулярного элемента. То есть по сути некая универсальная структура для формирования открытых структур освоения областей роста в рамках отрасли или в рамках территории. Первая часть у нас это аналитики переследований, которые должны на всем жизненном пути программы развития реализовываться. Второе это формирование среды для реализации области роста. То есть сюда входит формирование сообщества, изменение правовых аспектов и формирование инфраструктуры. Потому что это может быть как раз барьером, ограничением с точки зрения освоения предмета роста. То есть это снятие ограничений. И вот тут интересный эффект, который, например, в экономике сейчас реализуется. У нас инфраструктурные проекты делают самоокупаемыми. То есть по идее роль инфраструктурных проектов это обеспечение области роста. Если нет области роста, которую он должен обеспечить, значит этот инфраструктурный проект не нужен. И по сути вот тут механизм, преобразующий инвестиции, да, инфраструктуру, он должен работать именно за счет освоения области роста. И возврат должен быть с этой стороны. Следующий блок у нас это как раз область проектного предпринимательства, которая у нас разбита на две части. Это увеличение области роста за счет инноваций, наши инновационные стартапы с другой стороны. Это у нас реализация потенциаловывается за счет предпринимательства инициативы. То есть то, где у нас поля уже расчищены, технологии понятны. Нужен только предприниматель, который правильно понимает существующие проблемы и видит, как их решить. То есть вот это некий такой ключевой момент. Вокруг вот этих двух элементов, последних, строится акселерация проектного предпринимательства. То есть можно создать алгоритм, который побуждает, порождает и помогает массово осваивать области роста за счет проектного предпринимательства, начиная с малых форм. Следующая часть, она пока у меня с малыми уточнениями. В данном случае это роль черных и белых лебедей, вернее, верификация этих черных и белых лебедей в формировании проектного предпринимательства как такового. То есть это одна из самых ключевых задач, чтобы эта структура, так скажем, белых и черных лебедей была верифицирована для предпринимателей. Чтобы в рамках, как навигационные карты, в рамках которых он будет прокладывать маршрут. И как мы видим, ключевой ролью здесь, как раз для решения этих задач, это некоммерческие организации. Это сливые, территориальные, любых форм. И, по-едине, должно быть пространство, объединяющее некоммерческие организации, которые в едином формате, по крайней мере, в рамках единого экономического пространства, должны формировать общее представление, которое станет элементом, как раз, такой общей рефлексии на экституциональном уровне. И переходим в третий лекциях. Это в лекциях есть у Сергея Борисовича, там все тут связано. И следующее – это, как правильный доктор, мы все методы испытываем на СИДе. То есть вся наша структура, архитектура, она строится по тем принципам и технологиям, которые мы разработали. Ну и базовое, с чего мы начинаем, это формирование нашего гиграфа. То есть, по сути, это некий технологический платформенный стек, технологический в широком смысле. Не только технический, но и базовая экономическая логика заложена. То есть, в центре которых этот механизм обработка из больших данных. И три составляющие у нас. То есть, проектное предпринимательство, как цифровая платформа. Следующее – это платежные системы, как механизм интеграции системы добавленной стоимости. И технологии распределенных реестров, как механизм оптимизации отношений. В итоге мы получаем такую внутреннюю для себя и посреду. Внутренне у нас есть цифровые платформы, которые обеспечивают все наши проекты технологиями общими. На внешнем периметре у нас наши проекты, которые взаимодействуют с рынком. И получаем очень интересный механизм, такой развивающийся. Для нас проекты собирают обратную связь внешнего рынка. Мы для них формируем решения на уровне цифровых платформ. Причем это решение доступно для всех в рамках использования. То есть, получается интересный эффект синергии. И взаимная декапитализация проекта. И вот тут маленький пример. Это у нас финтех направление, которое взаимодействует с рынком. И, как можно попросить, с сервисом структурирован. В данном случае вот тут разработана структура. То есть, у нас это платежные системы, некая такая песочница для стартапов финтеховских. Финтеховских. Финтехскаутинг, который позволяет привлекать наоборот интересные идеи с рынка. Так как следы открыты, но в постоянном поиске и привлечении проектов. И фонд на основе технологий распределенных реестров. То есть, фонд не как единичная вещь, а как некая модель. Которая позволяет строить распределенные фондовые структуры. Для инвестиций впоследствии в краунный листинг и краун фандинга. Это очень важно заниматься в следующий год. В принципе, это все. Вот какие-то практические работы. Дальше, наверное, вопросы, если они есть. Спасибо. 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 Спасибо.